Я вот сейчас работаю с партнерами из Европы, иногда с ними после работы или после пропуска пару бокалов вина начинаешь спрашивать, как вас смотрите, почему сейчас так называемый националистик толка партии побеждает, сейчас Британия, Германия выбирают своих лидеров в Евросоюзе. Есть в союзе какое-то непонимание, кто-то хочет с собой вести, немецкий вариант Евросоюза, есть французский вариант Евросоюза, есть английский вариант Евросоюза, как мои партнеры говорят. Но мне кажется, там все равно, там намного уже на десятилетие решено этот союз, она укрепляется, конечно, кризис свою лепту вносит, но мне кажется, там политические руководители намного решительны, действующие, и мне кажется, они решат это. Хотя я не представляю, что Европа националистическая партия выиграет или что-то будет определять политику, потому что Европа больше чувствует националистическое толкование в 30-х, 40-х годах, мне кажется, еще у них память свежа. И я не верю, что там какие-то партии могут решить так, что в Евросоюзе не будет. Мое мнение такое, что Евросоюз будет укрепляться, будет идти, и он идет на границу к нашим, то, что, как говорится, в Украине идет, то, что в Прибалтике идет. Конечно, я за их успехов рад, потому что это, с другой стороны, их плюсы надо брать и нам, я так думаю, это мое мнение. Конечно, не мне учить наших лидеров политических, но их плюсы есть, мне кажется, надо с ними работать, и над их минусами тоже надо работать, чтобы у нас тоже такого не было в этом плане. Потому что в наших странах тоже нельзя допускать такого толка поворота, да, там националистов, там где-то власти. Мне кажется, это не выход. Мы должны на будущее для наших потомков изыскать не такое положение, а совсем другое. У нас есть чем учить молодежь, будущее, культура, творчество, интеллигенция. Так что мы покоряли мир этим талантом, поэтому у нас есть чем гордиться и учить. Вот я в этом плане. А вот жестокость или как, говорят, этим мультфильмом это не наше будущее. Это где нет образования, где никакой мысли нет, только одно подавление. Я в этом сообществе не хочу жить, честно, если честно.